Сухой лёд Это углекислый газ, который образуется в химических процессах, происходящих в организме, и мы с вами постоянно имеем с ним дело, потому что мы вдыхаем кислород, а выдыхаем углекислый газ. В повседневной жизни сухой лёд чаще всего используют для охлаждения чего-либо. К примеру, продукты, которые везут в магазин, охлаждают таким образом, а также в ларьках, где продают мороженое. Ещё сухой лёд часто используется бутафорами и пиротехниками в представлениях, чтобы создать иллюзию тумана. Как поддерживают температуру мороженщицы в своих киосках летом, когда всем хочется холодного мороженого, на улице жара, вот вместе с мороженым там лежит сухой лёд. Но из такого ларя вы никогда не увидите подтекающей лужи, как если бы там был обычный лёд, потому что сухой лёд испаряется сразу в виде газа. Само по себе это вещество не опасно. Углекислый газ не имеет запаха, а также не имеет цвета, поэтому увидеть его в нашем окружении невозможно. Однако газ, если его долго вдыхать, может оказать не очень приятные последствия на организм человека. Углекислый газ не относится к токсичным газам. Если в атмосфере содержание углекислого газа повышено, то это вредно для здоровья, безусловно. Поэтому, когда, например, вы находитесь в аудитории, в которой много студентов и уже много пар прошло, то всегда предлагают открыть окно, чтобы проветрить комнату, потому что содержание кислорода в этой атмосфере уже уменьшилось, а углекислого газа накопилось. И поэтому все ощущают тяжесть в голове, потому что слишком много углекислого газа. Напомним, трагедия с использованием сухого льда произошла 28 февраля. На день рождения блогера Катерина Диденко в бассейн высыпали 25 килограмм сухого льда, после чего гости нырнули в воду. Некоторые так и не смогли вынырнуть обратно. В результате произошедшего трое гостей вечеринки ушли из жизни. Среди них был муж блогера. Углекислый газ тяжелее воздуха, и поэтому он вытесняет весь воздух наверх, а сам опускается вниз. И вот между жидкой водой и атмосферой, где может человек дышать, создается полметра, может быть, даже. Вот какова толщина была этого тумана. Вот такой слой этого тумана, в котором невозможно дышать человеку. И поэтому люди, которые туда прыгали, они выныривали, когда они пытались вдохнуть воздух, а вдыхали вот этот вот пар водяной вместе с углекислым газом. К слову, использование сухого льда в бассейне – это частая практика на вечеринках. Есть множество видео, где люди используют газ таким образом. В таком случае необходимо обязательное соблюдение техники безопасности. Бассейн должен находиться на открытом воздухе и иметь достаточный запас кислорода для дыхания. Также после засыпания льда в воду должно пройти достаточное количество времени. Однако все равно риск использования сухого льда таким образом остается очень велик. Лев Диденко, Фаридзе Хитаглы, Универ Ньюс.